Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем опять же с растворителем пенопласта, что получится, давайте посмотрим видео. У меня остались вот такие вот, опять же, от бытовой техники пенопласт. Собрался в мешок и не выкидываю. Потому что хочу поэкспериментировать, показать вам. Сегодня поработаем с разными растворителями, ацетоном, ксилолом и в итоге покрасим стол. Так что поехали! Для начала сделаем с вами небольшой эксперимент, что же все-таки растворяет пенопласт, а что нет. У меня есть такой вот ацетон технический, ацетон обычный, ксилол, растворитель 646. Наберем немножечко в первую тару ксилола, прям чуть-чуть, по чуть-чуть, растворитель, ацетон и ацетон технический. Начнем с ксилола, пожалуй. Начнем маленькими прям кусочками. Реакция есть, все плавит. Прям по маленькому кусочку сейчас. Растворитель. Реакция побольше и быстрее тает. Ацетон. Еще быстрее. И ацетон технический. Как видите, в нем реакции вообще никакой нету. К сожалению, он вообще не плавится. Не распадается на атомы. Многие писали, почему я в ацетоне пытаюсь расплавить, растворить пенопласт, и он не растапливается. Как видите, это бывает подделка какой-то технический, непонятно для чего он сделан. На нем написано, что добавляется только к околокрасочным материалам. Обычно же ацетон у нас для разбавления нитролаков, никрокрасок, нитроэмалий. То есть тоже для разбавления красок. Но, как видите, разница есть. Этот ацетон убираем в сторонку. Как видим, он нам бесполезен. Сделаем вот так вот три наших пациента. Сделал я примерно три одинаковых вот таких вот прямоугольников. И попробуем, какой из них быстрее будет плавиться. И на раз, два, три опускаем. И посмотрим, кто быстрее все-таки плавит. Первым справился ацетон. Ну и, как видим, второй был растворитель. И на последнем месте у нас ксилол. А, как видим, здесь получается у нас белый осадок. Здесь практически осадка нету. Никакого, только небольшая пена. Ну и также ксилоле, тоже небольшая пенка, тоже осадка никакого нет. Я хочу сказать, что для ацетонии это хорошо делать, если делать какой-нибудь клей. То есть его можно густой-густой сделать. По вязкости вот такая. Это, я думаю, будет хороший клей. Но мы его попозже попробуем нанести на пористое покрытие. Также сейчас сделаю однородную субстанцию с растворителем. Посмотрю, что с ним будет. Именно с 646. Хуже и хуже растворяется. На такой стадии его и оставим. Такая вот однородная масса получилась. Но жидкая. Взял кусок пеноблока и разметил. Сейчас нанесем сначала ацетон. Раз и палочкой прям нанесем. Толстым слоем. А завтра мы попробуем его оставить сохнуть. Попробуем поковырять. Полить водой. И посмотрим, что из себя эта субстанция представляет. Как она отковыривается. Как она будет держаться. Ну, я так вот, я думаю, достаточно. А с этой стороны растворителем. 646-м польем. Ксилол будем использовать в другом месте. Ксилол будем использовать с деревом. И с красителем. И оставим это теперь сохнуть до завтрашнего дня. А завтра уже посмотрим. Для ксилола я приготовил немножко побольше тару. Ну, и так же плавим наш пенопласт. Первый, конечно, он очень хорошо. Видите, как прям разъедает первые куски. Прям фокусы. Ну, а дальше уже хуже начинает распадаться. Но мы добьем его пока до нашей нужной консистенции. Такая она уже стала непрозрачная жидкость. Больше добавлять не буду. Мне, думаю, этого достаточно. Сейчас возьму красить универсальный колер. И накапаем немножко туда его. Такая жидкость у нас получилась. Есть у меня вот такой стол. Он старый. Уже давным-давно он весь был черный. Его использовали строители. Но я решил его обновить. Попробую нанести наш состав. И посмотрим, что получится из этого. Наносится очень хорошо. Кистью, по крайней мере. Как видите, я прям жирно-жирно лью. Чтобы пропитались все поры. И все трещины. Весь стол мы покрыли. Оставляем перетасохнуть. Было очень интересно покрыть ОСБ брусчатку. Сейчас просто нанесем и посмотрим. Оставим так же высохнуть. И завтра уже посмотрим. Предварительно ничего не грунтовал. Не очищал ни от пыли, ни от чего. Как видите, даже песок есть. Я думаю, будет всем интересно, в том числе и мне, что будет с металлом. Нанесем тоже наш раствор на металл. Покроем полностью. Он не очищенный, не обезжиренный. Просто вот как есть. Все, оставим сохнуть. Друзья, как видите, стол высох. Высох он еще вчера. Можно было не ждать. Прошло, наверное, больше 15 часов. Но высох он вчера буквально за часа, за три. Был уже сухой. Ну, наверное, потому что стоял на солнце. Такая шероховатая, правда, получилась поверхность немножко. Потому что я пытался второй слой нанести. И немножко получились задиры такие. Для чего я его сделал? Чтобы он у меня стоял на улице. И просто был как верстак. Вот теперь смотрите, что происходит с водой. Вода, как видите, скатывается. То есть вот. Видно, да? Вода вон сразу скатывается. И уходит. То есть стол защищен теперь от влаги. То есть для дерева защита, пропитка очень хорошая. Вода стоит, но она не впитывается в древесину. Она просто скатывается. Главное, что теперь заносы не загонит. Потому что все-таки это склеенные части. И они плохо вышлифовываются. Потому что волокна в разные стороны наполнены. Вот даже можно было бы занести занозы. Они получаются в нашем лаке. В принципе, стол выглядит солидно. Я не знаю, можно ли это использовать как для пищевого. То есть резать на нем что-то пищевое. Я думаю, что вряд ли. Но как защита для уличного стола, для уличного покрытия, для вестака самое то. Вынес на улицу все испытуемые. Здесь у нас был растворитель. Пленка такая прозрачная, плотная. И ацетон. Ацетон более матовый. Попробуем, как они себя ведут с водой. Ну, я думаю, что водоотталкивающие свойства 100% есть. Ну, как видим. Все. Водичка слилась. Здесь, где мне было пропитано, конечно, впитывается. Здесь нет. Что же у нас по прочности? Слушайте, смотрите, прям. Ну, надо хорошую силу, чтобы до блока доковыряться. Ну, то есть, конечно, это не защита какая-то прям, но до блока трудно. Вот, в растворителе. Что же с ацетоном? А, ну, ацетон хуже. Видите, отшелупливается вместе с пеноблоком. То есть, на ацетоне на пористых поверхностях хуже себя ведет, отшелушивает. А вот растворитель, как видите, очень хорошо себя показал. Следующий блок я также покрасил нашей краской, которая была сделана. Давайте попробуем прямо на столе. Как видите, тоже все. Ничего не впитывается. Блок совершенно сухой. Бордюрный камень также был покрытый. Я думаю, также можно смело лить воду на него. Да, и вон тоже вода уходит. И ничего впитываться не будет. То есть, как защитное водоотталкивающее свойство имеет место быть. Ну, самое интересное, USB. Я делаю прямо на столе, потому что не боюсь, что он теперь промокнет. Вытру и все. То есть, и USB. Хотя он влагостойкий и так. Но видно, что вода тоже скатывается. Ну, и посмотрим, что же у нас с металлом. Металл покрытый. Слушайте, ну... Конечно, корябается, но... Ну, так. Как защитное, можно использовать как защиту. То есть, немножко корябки, конечно, есть. Стол теперь, смотрите, как можно. Просто взял водичку. Слил. Все скатилось. Вода не впитывается. Тряпочкой проснет. И стол, можно сказать, практически сухой. И ничего в себя не впитал, никакую влагу. Друзья, ну, я надеюсь, что ролик был хоть чем-то кому-то полезен и интересен. Вот такой у нас с ним получился ролик с экспериментами, с небольшими. Также починил, отреставрировал свой верстак. Вам хочу сказать огромное спасибо, что смотрите меня, что поддерживаете. Обязательно пишите ваше мнение. Я стараюсь в первый день отвечать на все комментарии. Потом просто теряюсь в комментариях. Извините. Но в первый день стараюсь на все максимально отвечать. Так что еще раз вам огромное спасибо. Желаю вам всем крепкого-крепкого здоровья. Всех благ, ну и всего самого-самого хорошего. Не забудьте написать комментарий, поставить по лайку. Ну, я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.